И, в принципе, с Израилем, еврейством и алкоголитом я уже находился только в 23, наверное, года, когда приехал в Броссалим на Масул и там же сделал Брит. И поэтому для меня, в принципе, нет разницы Израиль как государство, как страна для евреев, и еврейство как традиция, как вера к Всевышнему, привязанность к нашей культуре. И от этого всего неотделима тема еврита и языка. Поэтому я решил рассказать вам про алкоголит. У нас уже были темы про алкоголит, но я хочу сделать это в трех подходах. Начать сегодня с первых десяти букв, потому что они основополагающие и, в принципе, из них строится весь авторный алкоголит. Это будет интересно всем, кто когда-то хочет говорить на еврите, писать на еврите, читать на еврите или просто заниматься традицией, читать талант и так далее. Кому-то вообще это интересно, в принципе? Кто-то хочет поехать в Израиль или говорить на еврите. Кто-то ходит на еврите, может, уже. Спасибо. Очень важная штука здесь в книге матрия. Мы знаем, что каждая буква имеет свое числовое значение и мы дальше увидим, что это связано со смыслом каждой буквы. Моя цель вообще сегодняшнего выступления в том, чтобы вы интуитивно и ассоциативно даже запомнили каждую букву, потому что она имеет свое прямое значение, то есть форму. И в каждой буквой также выражена суть, которую в нее уложил силошник, потому что мы знаем, что это язык, который написан на Тора. На последней теме мы поговорим про софиты, то есть вот эти крайние буквы последние, которые, мы знаем, пишутся в конце слова. То есть, вы видите, они в словах, в своей структуре, они не отделены от слова, и некоторые слова, которые заканчиваются на некоторые буквы, они пишутся по-другому. Это вот «мен», «нур», «хав», «цани». Ну и также в конце третьей темы мы поговорим про общую миссию еврейского народа и как это завязано под алфавит. И у многих может есть такой вопрос, связанный с тем, что вот мы когда приходим сюда, мы попадаем в новую среду, и как бы для нас все новое. Потому что, ну не знаю, кто-то учился в еврейском садике, кто-то учился в еврейской школе, кто-то получил какое-то образование раньше, кто-то вообще ничего про это не знает. И уча, например, или молитву, или уча новый вот язык, возникает такое чувство, как будто бы мы все, что было раньше, то, что было на новом языке, как какой-то некий мысленный паразит. Потому что мы возникаем в абсолютно новую структуру и погружаемся в новый как бы мир. Тоже хочу это сегодня развеять. Вообще еврей очень древний язык, он происходит, скажем так, он сформировался в то время, когда люди на Ближнем Востоке говорили на арамейском. Также мы сейчас, когда читаем Торо, когда очень текст, мы пользуемся словарями, северит на арамейский. И также здесь вот я показал фенетические символы, которые тоже в чем-то похожи на некоторые буквы, то есть можно увидеть такую некую связь. А здесь буквы написаны так, как они пишут со светлой Торо, со светлой Торо. И именно вот сегодня мы будем на них смотреть, потому что, видите, некоторые буквы, которые имеют такую корону, они как бы коронованные Всевышнему, они имеют не в свою силу. Ну и еще пара остальных, которыми мы должны будем пользоваться, это прописной влит и шрифт раши. Тоже, которые многие даже участия в шрифте тоже могут не помнить или не знать. Торо, если хотите, можете записывать, потому что я хочу активненько общаться, чтобы не забыл такой формат общения больше, а не такой скучной лекции. Как это и там делает. Нет, написать. Что он пишет? Синих. Петан, да есть бумажка. Бумажки, да, мы хотим бумажки. Нужно играть. Хочется начать сначала, но с самого начала не получится, потому что первая буква, альф, она очень сложная. Итан, нашла? Там много есть? Одна. Нет, две, по-моему. Кто хочет, здесь все. Все, все, все. Вот, тут прописные буквы, мы видим, ну это я учился еще... Вообще, я к ревизу сначала пришел через просто курс еврита, который входил в Иерусалиме. То есть просто я учился говорить и писать. Только потом уже понял, что это очень глубокая тема, и это было, наверное, через два. Вот, будем делать акцент на этот свит, потому что именно такой, мы его видим в Торе, именно такой... Именно такие буквы пишут сейчас сойферы, свитки, которые находятся там в изузах, в филине и так далее. Смотрите, первая буква альф. Ну альф это, понятно, всегда первый, начинающий, основной, главный. Но чтобы, эта буква очень сложная, чтобы ее начать, мы начнем с конца, как бы с десятой буквы. Какая десятая буква? Ю. Что означает буковка Ю? Вот она вот так вот пишется. И там фрагменты сойфы. Да, да. Давай. 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 Вот. Она имеет такой вид, что как будто бы что-то опускает сверху. Она тоже карнованная. Наверное, она вот так вот. Да. Папшут, самое простое обозначение, это, конечно же, слово яд. Что такое яд? Рука. Это рука. То есть, еврейский народ, это народ, которому указывает некая рука. Рука Всевышнего нас ведет. И это по-простому, чтобы легко запомнить буковку Ю. Теперь смотрим на буковку Али. Она очень похожа. Из чего она состоит? Ю. Есть там Ю? Ю, Ютва. Даже два Юта. Там есть два Юта. Вот так вот. И вот так вот. И между ними какая-то такая наклонная штука. Это два. Да. Можете? Это так. Да, конечно. Там просто прямая. Вот. Чтобы легко запомнить буковку Али, мы видим здесь две руки. Одна указывает сверху, а другая указывает снизу. Это похоже на то, что мы делаем несколько раз в неделю. Мы читаем Тору. То есть, Тора написано сверху одной рукой, а мы как бы читаем ее снизу. А вот эта штучка, это и есть некий свиток. Некое, ну, послание к нам, которое мы читаем, как я уже говорил, ну, в субботу, в четверг и в пандемию. Это поп-шу, по-простому. По-простому. Вот. Ну, понятно, что то, что входит еще в букву Ю, все значения, которые мы укладываем вообще в принципе в руку. То есть, мы можем руку держать открытой, можем держать ее закрытой. То есть, можем давать, можем брать. Это будет более видно на следующей теме, когда мы уже говорим про Хабу, сразу же непосредственно связан. Дальше. Третья буковка. Кстати, буковка Гематрия вы поняли, да? Это здесь. Вот это вот Гематрия. На что похожа буковка Б? Она получается сверху. Кстати, еще добавок. Здесь интересная штука. Иногда буковки считают внутренние Гематрии. То есть, это Гематрия букс, из которой состоит эта буква. Алиф состоит из Ю, Ю, два. Это Гематрия сколько? Двадцать шесть. За шесть. За шесть это Гематрия имени Бога. Ну, и обычно говорят, что Алиф – это Алув, то есть, победитель. Ну, и Алиф всегда называется, то есть, Бог. То есть, имеете в виду, что… Ну, то есть, поэтому Гематрия – это буквы, обозначающие… Ну, и Алиф – это один, то есть, это единство, один Бог. Да, единство двух одинаковых. Ну, да. Спасибо. Ну, это реально типа правильно, потому что у меня времени немного, мне сказали 15 минут. Хотя говорить можно здесь долго и много. Сейчас. Буквка Б, она Ю, второй. Она похожа на нечто, что, видите, ограждено сверху и с одной стороны, справа, и, конечно же, у нее есть только крепкий фундамент. Но она открыто съела. Это похоже на дом. Байк. Да, потому что прямое значение – это байк. То есть, что мы складываем в дом? Это семью, прежде всего. То есть, единение двух половинок, единение двух противобложностей, мужчины и женщины, которые находятся в этом доме. И чисто визуально видно то, что… Ну, это как и дом, тоже в нем есть один вход, и он огражден стрелок других сторон. Следующая идет буковка Гима. Нет, просто так, чтобы объяснили, потому что это привык. На что похоже… Вообще, что означает, что это вообще Гима? Гамаль. Гамаль. Давай. Гамаль. Это верблюд, давай? Это верблюд, правильно. Кто такой верблюд? Верблюд – это животное, которое… Которое несет что-то важное и несет на длинное расстояние. То есть, в этой буковке мы видим то, что… Мы можем быть людьми, которые несут и дают что-то важное, ровно как и обратно, мы можем просто ходить по жизни и при этом ничего не делая, никакой пользы не представляя. Даже мы видим, что она похожа на верблюдо, потому что у нее есть две ножки в отличие от других букв. У нее есть две ножки, которые именно указывают нам на некое движение, на некую поступательность. Здесь тоже мы неслучайно говорим по порядку. В первой десятке букв, каждая буква, она имеет яркую выраженную жертву и мужскую природу. Вот сейчас мы стоим чуть-чуть дальше. Что такое «дайв»? Что означает «дайв»? Это вообще слово «саврита»? Да. «Берать», «берощи»? Нет. Нет, это «берощи». Нет, это «берощи». Нет, это «берощи». Берощи. Берощи, да. Если Димов был, наоборот, дающий, и отверлют по шуту, то есть «гамаль» отверлют, то мы говорите, то дали по простому эту дверь. «Гомель» отверлют, типа «дающий» тоже. «Гомель Далин», как говорят. «Гомель Далин», как говорят. «Дающий». Да. То есть следующая буковка, она, ну, по простому это дверь, но эта дверь может быть закрытой, если опять же мы неправильно к ней подходим. Видите, она как бы с одной стороны, с левой стороны она открытая, а с правой закрытая ровно то же самое как и «бет». Ну, поступательным движением она справа налево, потому что мы ей пишем, но видите, как бы справа налево. Теперь мы переходим, это, значит, первая четверка букв. Ну, хорошо, сейчас дальше посмотрим, проектировать. Пятая буква «а», она… на какую букву похожа, кстати? Да. Ещё есть одна буковка, которая очень на неё похожа. «Head»? «Head», да. Вот. Она очень похожа на буковку «Head», они даже часто очень, ну, вот в прописи особенно, они пишутся очень одинаково. То есть буквально вся разница вот только вот в этой вот маленькой, как бы, пространстве, да, которое вот тут вот находится. Оно не закрытое. Оно открытое, да. Таким образом мы видим, что это нечто, что похоже на другую букву, на «head», но оно открытое. И по-простому «head» — это выдох. То есть в иврите обозначается, обозначается буковкой «head» любое определённое слово. А, буковка «head», да, а «head» — определённое слово. То есть перед любым… А здесь был артикль «derвен». Как артикль, да, неопределённый, который мы пишем, ну, в других языках отдельно, отдельным словом, а здесь, вы видите, получается, мы его пишем сразу перед словом. Там абайт, то есть дом, это не какой-то конкретный дом. А сэфер — какая-то конкретная книга. То есть просто перед словом «сэфер» мы пишем буковку «head». Дальше… Какая буква? Вав. Что такое «вав»? Буква по-простому. Вот. Ну, вы видите, вот мы когда говорим что-то, и что-то, и что-то, и что-то, и что-то мы пишем, мы говорим «вз», 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 «вз». То есть мы… Как бы «вав» выбирает некую связку. Так ведущего со следующим. Вав по-простому это… Ну, гвоздь, шпилька, то есть что-то связующее. Вот, если представить себе, например, стену и пальто, как эти два можно две эти вещи связать? Чем они похожи? Как их можно объединить? Вешал. Ну, крючком. Да, сделать крючок. То есть если убить гвоздь стену, то мы можем повесить пальто, и тогда две необъединивые вещи будут соединены. Эта буква имеет такую женскую природу, именно объединять несовместимые вещи между собой. То, что я говорил про первый десяток, это… Ну, байт, он невозможен для женщин. Поэтому здесь тоже идет эта буква женская, с такой женской энергией. Как и Далет, как и Вав, так и дальше Хэт, к которому мы сейчас перейдем. Какой-то восьмой, по сравнению. Седьмая женская, наоборот, имеет чисто мужскую природу. Они с полочереди идут, да? Да. Например, Алиф, Мурстаня, Бет, как я понимаю, что это дом женская? Ну, Алиф, она, наверное, двойная. Нельзя сказать, что она говорит по мужской, потому что она… Ну, хотя… То есть, один бок, вроде как. Да, если говорить про лидера, про первого, то… Да. Ну, мужчина у нас может быть… Хорошо, мужская… Алиф – это мужская буква? Да, не-не-не, я не верю туда. Я спрашиваю. Зайн – слово мужская буква. Потому что Зайн – это меч. Меч и… Ну, по-простому, это… Это полностью не нужна мужская сила. Оружие – это мужская буква. На какую еще она похожа? Или где она еще есть, скажем так? На лапп похожа. На лапп похожа. А если смотреть на корону? На гимнел? На гимнел, да. И еще на тэд. Вот мы сейчас к нему придем. На тэд, на дэд. На ай, на задик. Ай, хэд пишется из грузаи. Да, да. Ну, я причем поднимаю на тэд, потому что мы сейчас это уже поймем. Восьмая буква хэд. Она очень похожа на гэй, как мы уже говорили. Только она закрытая, получается. Она закрытая, потому что хэд – это хупа. По-простому тоже похожа на домик, похожа на бэд, только закрыта с другой стороны. То есть, хэд открытый снизу. Это хупа. И тоже здесь можно говорить о том, как хупа важна, как важна эта традиция, и как это важно в нашем понимании. И все тоже хупа – это тоже объединение мужского и женского. Поэтому хупа возможна только для их противоположности. Я еще чуть-чуть раздавал. Хэд – это вообще прямой перевод, это будет хэд. Что это? Шрапка. Промок вообще. Ну, типа промок, грех. Грех – это можно перевести. Но грех, знаете, пишет мудрецей, что это недостаток. То же самое, что когда 7 человек не достает. Хэд и гэй очень похожи. Ахэй, мудрецей говорят, что этой буквой воссроен наш мир. И… Идея какая? Что в этом мире все достигается только через усилие. Помните, мы много раз говорили, что этот мир похож на эскалатор, который движется вниз, чтобы наверх залезть. Это как ребенок по эскалатору, который бежит наверх, а эскалатор едет вниз. Нужно бежать и стараться. И написано, что тот, кто не прибавляет, он падает. То, что не добавляет, умирает. И здесь упасть очень легко. А шубу сделать – это нужно постараться. Нужно найти маленький проход наверх, чтобы вынести наверх нужное усилие. А упасть вниз, ты просто отпустил и улетел. А хэд – грех. Здесь даже выхода нету. Дырки нет, и у тебя просто проход вниз и падаешь. Как это связать с купой, я не знаю. Все плохо, это конец. Серьезно ответственно нужно подходить к купе. Нет, все хорошо. Купай – это первый шаг к тому, чтобы, кстати, сделать… Чтобы потом не выйти, да? Для мужчины, по крайней мере. Да, это серьезный шаг, да. Чтобы осознанно выбирать жену, род и все остальное. Потому что это как бы на всю жизнь, и это… Ну и просто полбеды, потому что в жизни это уж другая. И оттуда не выйти мы говорим. Хорошо. Какая следующая буква? Тест. 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 Тест по-простому. Бок-шуту наявить – это посох. По машинам времени был посох, который мог превращаться в змею в каких-то моментах и в каких-то моментах. Он этот посох опирался, как на посох напал. Так же самое и Тест. Смотрите, она двойственная такая луковка. Здесь она не твердая, то есть мы можем на посох опираться, а здесь она такая вот скрученная. О чем это говорит? Что Машер Адейн был неким проводником. С одной стороны он был полководцем, он должен был быть жестким, прямым и главой поколения и так далее. А с другой стороны он должен был находить подход к людям. То есть обучить, научить, показать, передать, понять людей. То есть вот такая вот двойственная природа в этой луковке. Ну и вот мы уже сказали, что это рука, которая указывает нам сверху. Вот еще. Красиво морское про четыре. Про девять. Что Всевышний находится везде. Это видно из цифры девять. Он находится по четырем сторонам света, как мы говорим. И он находится на верху внизу и в трех временных составляющих. То есть в прошлом, в будущем и в настоящем. Вот. Дальше, то есть мы прошли сейчас только первые десять букв, из которых будут составляться все остальные. Но это следующая тема, потому что там более глубоко, более серьезно. Там уже будет порядок с десятком. Ну вот как-то так, вкратце. Спасибо. 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 Я вспомнил все про девятку. Про это интересно, что... Про это интересно. Вот этот... Грязь просто... Скорых недельных главок, серии хоры, да? Там будет про Мошеева и вот этот посох его. Так это интересно, это очень связано с тем, что Беня рассказывал. Что Беня рассказывал, что нету в мире, в принципе, Бог не создавал плохие или хорошие вещи. Что все это только потенциал. И дальше весь вопрос, как ты будешь эту вещь использовать. Или в хорошую, или в плохую. То есть абсолютно любую вещь, ее можно использовать как позитивную или негативную. Вот этот пример с электрическим, да? С электрическим проводом, ну, самый интересный такой. Так вот, у Моше вот этот посох, который был, он как бы... С одной стороны, он этим посохом делал все эти там казни, чудеса и так далее. С другой стороны, этот же посох, он превращался в змею, которая символ вот этого греха, который... Ну, то есть вот этот змей, да? Вот. То есть, получается, одна... Здесь мы тоже это видим, что одна и та же... Одна и та же вещь, в зависимости от того, как ты хочешь ее использовать, она может, как бы, переходить... Ну, иметь совсем разные, совсем разные функции. То есть, получается, что Моше, он очень хорошо управлял вот этими вот моментами. Ну, что, за что похвалим? Рея. Что было хорошо? Что за краткость, по-моему? Очень в курсе своей. Да, краткость. Я думал просто говорить, что на самом деле дождь. Так, я не уважаю, что... Да, да. Что еще? Ну, хорошо знакомиться с своей темой. Да, да, очень хорошо. Очень интересно рассказывать. Да. Явно не первый раз, да? Да, 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 да. Что еще? Все. Мне кажется, рассказывал, во-первых, очень уверенно, да? Да. Спокойно, уверенно, без это, без... Без напряга. Всякие аналогии приводил, премьеры хорошие, да? Что еще? Слышно. Да, без напряга. Спокойно, да, так вышел, рассказал, да? То есть легко, так сказать. Можешь, если ты сделал столбик и обеду? Да.